Монголовцы тожеją기는 Вам заявляют? Вы знаете, Монголо, Чуврске Вообще не стало этого, это же почти единое какое-то kinda Воскресенье пишут о том, что если взять Мишар в классическом понятии, пензяки, нижегород, основа, окска, сурская. Я в последнее время наблюдаю по языку, мы всегда цоканье, чоканье говорим. Но это не самый главный, кажется, у Миша. Сослонный статус, во-первых, это казаки, это мулла, это торгаши, это просветители. Если взять на самом деле так, то гимн. Почему Миша и религия даже сильнее, чем казанские? Казань вроде, ну это так, но она сохранится, а возможности будет. Но ведь несмотря на сколько вы не били, Миша, ведь язык теряет, может, что-то, но ведь дух-то не теряется никак. Милклорабчаттем, что пришел к груду интересному. Так называемый, у нас в последнее время переименовали Халиков и другие, ученые взяли. Была такая называемая Калинин-Ивосыба, восточно-буртавская культура. Буртавский, он ближе к булгарам, как бы, суварам и так далее. Это фактически население Хазарского Каганата и Великой Болгарии с Кавказа. И что интересно, генетические вещи тоже подтверждают. Территория, где проживает Мишария, она вполне совпадает с Мордовой, огромная территория, начинает чуть ли не Германия, а от Польши, до территории Казахстана. Огромная территория. То есть, фактически, получается, это коренное население. Какие-то две ветки, вот Мордовская и Мишарская, она пошла в разные стороны. Но потом мощный элемент тюркизации, все это наслоение. Народ-то едет на генет, поэтому, когда, говорят, татары пришли, я не совсем согласен. Татары с одной стороны пришли, с другой стороны, это коренное население. Поэтому здесь два фактора. Вот я туркменам тоже говорю, когда они говорят, мы коренное, парфянская кровь сидит. Но с другой стороны, Агузская есть. Вот это какое-то наслоение. Вот сейчас я посмотрел, поездил, сокони-чокони. Сибирские татары тоже сами. Сокони-интересный момент. И по башкирам многие интересные вещи. Украшается в уровне тоже два. Да. Я по башкирам вообще многим вещам, конечно, не хочу обижать наших братьев башкир. Мы сейчас башкирами, татарами беремся за нагайское наследие. Башкутары, это бы возникли, это нагайские, а не башкирские. У нас она ассимилировалась, у татар, больше. Но татар все-таки религия, в ключе человек был, промышленность. У нас уже капитализм мощный был. Башкиры роды сохранились. Но они, когда начинают копать, то мангетан выходит, то туда выходит, то там не так. Убар татараки в чарал-то надо. Дамир Сайп, что ли, когда мы Эрмитаджу проводили конференцию в Москве, сказал, «Хозапара». Если хотите получить золотую армию, не против, но признать, что вы оттуда происходите. Вот такие вещи интересные. У нас сурайщук, нугайская орда. Это мощная, вы все это знаете про князей, Юсуфовы, Игары, Балары. Я об этом не буду рассказывать, вы все начитаны. У меня уже как археолог, как историк, немножко другого культура. Вот столица Сарайчи. Он сейчас разрушается. Это недалеко от Равской области, то есть Уральской области. Вот такие раскопки сейчас казаки. Но Назарбаева спасибо большое. Конечно, мы говорим, гордимся, он все великолепно поднял. Но он же поднимает его как казашку, в первую очередь, потому что она нагайка. Северо-западный Казахстан, это практически те же, как и татарар, то есть нагайские татары. Мы, восточные, юго-восточные татарстаны, это те же самые. Южные башкиры те же самые, процентов 40, при том, башкир. И северо-западный Казахстан, полностью мангришласский, это вот Атарау, Уральск. Это те же самые нагайцы. Это не казаки, их просто искусственно написали. Сейчас казаки мечтают перевезти всех нагайцев еще с Кавказа себе, у них такая мечта есть. И ассимилируют. Только не кучу мы сделали. Не кучу мы сделали. Мы спим, они работают. Но у них возможности больше, чем у нас. Казах-то мало. У татар истории богаче намного. Ну, возьмем тех же Яушев, театры, культурные центры, мечети, которые... Я буквально несколько лет был в Констанции. Познакомился с очень хорошим... Сейчас он в Москве работает, наверное. Саворош или фамилия, сейчас помню. Посол Румынии был в Средней Азии, Монголии. Василий Саворош, он мне вопрос задал один раз. Мы были в Констанции на конференции. А он сказал, меня удивило. Он сказал, я когда был постом в Казахстане и Средней Азии, я, говорит, что заметил. Весь Казахстан, я когда начал, понял одну вещь. Вся культура, мечети, медресе, создали татары. Потом я, говорит, задумался. А ведь у нас в Румынии тоже есть татары. И начал изучать, говорит, историю татар, бульгарские. Бульгарские, да. Констанции там и другие театры. И вот, вы, может, в фамилии знакомы? Тасин Джамин, профессор есть. Который приезжал, едет в Татарстан. Я с ним познакомился, когда он был послом в начале Азербайджана, а потом послом Туркмении. Вот мы тогда подружились. Он после этого начал интересоваться уже. Когда он приезжал, несколько раз приезжал. Ну, вот я первый раз его, Рустамин сказал, пригласил, он после этого приехал. Переписываемся, мы потом с ним, целая группа, вот у меня, Галинов и другие, я тоже участвовал в этом проекте. Мы готовили несколько книг. Они сейчас выпускают очень хорошие книги, посвященные истории татар, Румынии. На румынском, турецком. Правда, они русским не хотят печатать, в принципе. Поэтому многие наши не могут из-за незнания языка снимать статьи. Вот Сарай, Сарайчук, столица, уникальнейший памятник, начиная с Золотой Орды. Это плац у меня Золотой Орды. Как и, сейчас мы, наверное, там покажем, селитренное гранище. Река, вот как раз Урал чечет, Жайек. Огромные смываются, огромные территории памятников смываются. Дальше поехали, чтобы это время. Ну, сейчас это немножко. Я взял вот Урадский, Волго-Урадский регион, взял. Вот этот мавзолей уже Башкорстана, Турадхана. Тоже относится 14 веке, Золотая Орда. И Башкира, естественно, питает Чичминский район. Я там был. Рядом, пока не решаюсь, идея была. Там городища и кладбища. Притом мощные. Я, кстати, всех приглашаю, желающих будет. 14-15 июня в городе Актаныш, или село Актаныш, Я в два раза ездил, Конгресс поддержал полностью. Мы проводим очередной, 16 числа, очередной Сабантуй, Межрегиональный Сабантуй на реке Их. В прошлом году мы проводили Ознахайда и до этого Тюменекте, Канеровы, Керды. И в этом году я вас всех приглашаю, как зам. председателя Ордкомитета по научной работе. В 14-15 мы проводим конференцию на тему «Человеки природа в бассейне реки Их. История и современность. Ознакаюсь Актанышский район. Проблемы и истории». Посвященный, естественно, споткопы Татарцам. Памяти Мусаджи Алилия, 160-летия развития Пахадина. И памяти моего любимого, уважаемого, в 89-х годах в этом году. Я думаю, москвичи помогут мне. Документы. Идуард Салманович Кульпина, наверное, все знают москвичи. Идея была на следующий год. Я тоже, давайте, в 100-летие ТАССР проведем на следующий год в Московской области или где-то в хорошей конференции, причем он в истории Татар Московского региона или Центральной России. Я, во-первых, не булгарист, сразу говорю. Я татарист, в хорошем смысле евразийц. Я всегда, к сожалению, Казанская школа археологии особенно, она узкая. Его формировал даже имгетельян девайцан, дюрюшерек блокус, обижается, переводитель. У нас 70 археологов Татар Санин. Но никто в районах не работает. Спасем не тем, что их кормят, эти 70 человек. Но там кормится, конечно, не так много. Они не копают. Они богатый свеж, богатый свеж. А у нас целый плац деревенский. Вот я не хвалюсь, с 94-го года работаю, азат, что у нас подтвердится, если надо будет. Издаю книги. По районам работаю. У нас такой класс татарский, культура, деревни. А у нас был сад, а там, или от Мингуна на телевидении спрашивал, я сказал. Сохранить надо село. В каком плане? Нет, я вообще против, что сохранить. Развить село и показать винистерство. Надо сейчас совместно нам всем собрать, ученые, специалисты, бизнесмены, власти, местные регионалии большие, краеведы, общественные деятели и так далее, религиозные деятели в том числе. И выработать стратегию развития татарского села по всей России на 50 лет минимум. И городские кварталы, где вот новые кварталы в Татарстане. Я считаю, Келяля, Герцолала, вместе татары живут вот это вот. Но у нас старые исторические еще есть вещи, я вам сразу говорю. Я прошу московские делегации, я постараюсь пробивать, хотя 5-6 человек давно участвуют. Мы томские, вот я сейчас разрабатываю, меня поручили, многие у нас учат, но практически никто не хочет работать. Я взялся, вчера я разработал уже документы, я первым Таффика отправил некоторые уже вещи, чтобы он посмотрел. Мы будем проводить, относительно 200 человек по всей России соберем, проведем в городе Томске специальное выездное заседание краеведов, посвященное проблемам городских кварталов, например, Томского. И Ярославль есть, наверное, такие вещи, Москве, наверное, какие-то, Астрахань, где-то еще в другом месте есть, я уже поискать могу, Саратов и так далее. И плюс татарское село, всегда татарское село не надо забывать, мы там можем блок рассмотреть, сама по себе система, архитектурное купечество, торговля, Жезаел, там много проблем. Я 23 вопроса уже написал, и древняя история там, при том, можно взять татарский город, средневековые даже проблемы поднять, это тоже. А что скажешь тебе о Елабуде? Вы знаете, у нас в Татарстане везде болгары, мы зациклились на этих болгарах. Зациклили это специально Крешенэбрамбульделяк, Тегендабулварваркитте. У нас есть такой великий человек Богданов, Шаукхат, который болгария раздает медали от имени Катрахана. И сейчас Тетюшах решил, вы поддержите, москвич, это глупость Тетюшах. Я не против памятника. Не, можно себе поставить, болгары бесплатно ставить. Ну, я понимаю, почему мы не ставим Сиумбекая или кому-то еще. Улу Мухаммеду, я в свое время, одному нашего министра фамилию не буду называть, зашел и говорю, вот почему мы, вот сейчас есть в Казани, да? Давай поставим Улу Мухаммеда вот так. Улу Мухаммеда, а у меня это, а Петербурге же есть ты, Петр, это большой человек был. Кстати, сожжение, Елабуга мы подняли немножко булгарский фактор, и татарстанец в целом, и русский фактор. Вот русский, я не против русской культуры, я никогда. Вот мы изучаем ту культуру, ту культуру, почему мы не изучаем 16 по 19 век культуру и татар, и русских? Как мы взаимовлияли? Керамики, архитектуру, печи делали вот эти? Нет, вот Кукмара-брасну, господин Учамашев, велик Учамашев. Мяшкаря набрасывайте, я там раскопки начал первые, поднял, тогда вообще никто не хотел это поднимать. Время было такое. Лябеда, Пашик, Эликшар, хорошо, что еще есть так. Никто не хотел, я там немножко покопал. Нашел материалы, которые относятся и перед Золотой РД. Бокшал-рда валяется, и плюс 17 век. Это же не случайно, Вятка будет давить. Население перед Золотой РД на север поднималось. После Волжской Булгарии, туда, вверх, вверх. Но храпка-талам, да? Сейчас в этом году был Иванова, глава этого Мамадыша. Идею подал. Я говорю, вот это проводим, сейчас филиал Краеведов будем создавать. Вулатя, ты проводишь конференции на Шишминско-Черепшанске-Медречи. Их будет отбудить. Ялгалар купить не да? А почему, ну, храпка-талам, кормились. Это, добро, если бы подделать. Никаких проблем. Яды будут финансировать. Ну, я понял, что Дворкович все равно поможет. И так далее. Ну, такие же главы умных очень много. Почему Азнакайский, глава Марсель Зуфарда, уже четвертый конференции правды. Что, они больше делают? А другим ходят по 5 раз. Ничего нет. Так, вон мы на Параганда, сет Булгар на Параганда. Булгарда, там, на самом деле, вся архитектура, это харизмско-харасанского стиля. То есть, построена уже золотарзинскими ханами. 1290-е годы основные. Вот все харазные архитектуры нам, она, хорапула, тегисы, манасаэми, все минариты, они типичные влияния харизмы. Вот до этого видели, похоже. Стиль одинаковый. Поэтому приводили мастеров. Я не говорю, что они не вошли в состав. Меня Безден иногда любят говорить, особенно кукмарские товарищи, вот у нас здесь жили утмурты, здесь жили, здесь начинают. Мы там жили-то, они вошли, они давно стимулированы. Это уже не утмурты. Если это арлы или черемиши, это еще не молитцы, не утмурты. Это совсем разные. Они вошли в кровь и плод татарской нации уже. Это все другое. Если мы еще сто лет казанских хранцев держали бы, в морицах не было бы, они вошли в состав. Морицах самый близкий народ для татар по духу, по психологии, и самый преданный башкированам. Морицах, они сопротивлялись, защищали Казанку. Почему? Они как современные чеченцы. Они военно-демократик. Они выбирали людей, своих вольгей. Тот назначал Казанскому храну сколько-то войск, которые дали налог, и все, их не трогали. А когда пришло уже московское государство, они начали крепостничество и так далее. Они поняли, куда они попали. Вот почему морицы постоянно выступали. И почему восточный татарстан, там народ другой немножко. Только никто бывает. Менталитет совершенно другой. А почему в этой самой Бильярвы не восстанавливали? Это же вроде более крупный город был. Третий город Европы был в Евразии. А зачем восстанавливать? У нас сохранить то, что есть. Да, просто говорят, что Булгар-Булгар, но ставить на все эти Бильярвы. Я бы не сказал Булгар. Башкирован считает Бильярвы. Я бы не совсем сказал. Просто Булгар, он немножко другой. Мандамитарит термин Булгар. Булгар-Халхэ, это же искусственный термин. У нас, особенно Булгар, Булгар-Халхэ, психологи ходят. Религиозным детям это касается. Вы с ними общались, вы могли об этом сказать тоже. Тетюшка бардах, опну нударь, зератлары, отрядцы. Все говорят, безы Булгар, мы там надо Булгар-Халхэ, Бернасеев культурной истории. Раскопки провели, проверили. Там 1290-е годы. Я тетюшек раскопки проводил. Есть культура, так называемая Минковская культура, это 67-8-летний. И на нем стоит класс. Самый ранний, после Булгара, нашли захоронение в Золотардынское время. То есть 1260-е годы. Есть похоронение прямо на Минковском плане, памятники поставлены, и кислойный объект. В Булгаре мы традиционно читаем 10-й, 9-й, 10-й, до начала Золотардынского. Дело в том, что Булгар это была первая ставка хана. Оттуда все начало. А, даже не первая. Три месяца тетюша встаяла. Потом переправили Булгар. Потом уже перешли на юг Астрахани. Вот так было. Одно время даже ставки были у Кек, то есть Саратов. Это недолго, просто при Тахте было. И чеканили монеты, и так далее. Но первая ставка это был Булгар, и первое русское княжество, и все остальные приходили поклониться туда. Просить и обыкновение. Именно Булгара. А так вся архитектура там, это 1270-х, то до Узбекхана. Больше там архитектуры нет. Булгарстан это провинции, вот эти все раскопки, которые наши, вот баня, остатки там, достаточно хорошие торговые пути проходили там. Ну, мощный был город. Пока его не разграбили. Среднеазианские и Волгский Булгарь относительно. Среднеазианские города, если взять по Волгске города, Сарай Бату, например, Сарай Аль-Махруса, то есть богохранимый, или Сарай Бату, мы говорим, Астраханского музея, там раскопки проводил. Кстати, что интересного, мы слоев 13 века там не можем найти. Нет археологии. 14 век много. Вот я, так называемый, больничный Бугаркопал, квартал-дворец в начале 14 века. Даже есть вещи, связанные с военнопленными, селитры, которые там добывали, это шведы опять. Они даже, места остались. А, собственно, нет. А если вот так, почему я так, сейчас, там же мощные были вещи. Вся проблема в том, что при строительстве города Урский против турков Астрахани все города, полозья, кипячей стаскивали на кораблях, начиная от Бугара, Укея, в том числе это. И вот, если взять, например, город Сарай, население условно, 120 тысяч дает, по тем временам. Вот. Если взять город Лунда, 15 тысяч, в Барис где-то 30, ну, Берлин вообще там, Рим 40-50, так-то и... Мерв, вот, который я сегодня говорил, Мерв где-то было 500, Дели 500, вот так, самый расцвет, когда... 500 тысяч человек? Да, было, полмиллиона почти. До 17 века очень мизерное количество населения, потом резкий подъем. В Беляре было. Ну, Белярд там, мы не можем, это ушло, наши археологи, мы глазами говорим, потому что по черепкам количество населения определять очень сложно. У нас есть археологи, вот, был Юрий Александрович Заднепровский в Ленинграде, который со мной раскопки ввел в Средней Азии и работал, он даже памятник в городе Аше ему стоит, он 3000 сделал Аше, сам, скорее всего, и Жорик, Скорее Путин, по акту, Юрий Александрович Заднепровский, он определял по количеству керамик и предполагаемо количество населения, сколько это, количество посуды, пользовались столько-то черепков и так далее, там было. Так, дальше, Кит-Теки. А науку, Туркмения, в 47-м году было землетрясение, вот это памятник шикарный, с змеями был, вот он разрушил. Вот это макет музея, уникальная память 10-го века, который, вот, видите, какие вот все крепости. Я проводил аэропоточемку с Северной, с Амударей, и вот такие крепости. Вот здесь цитадель, все взяты на порядке, все такие. Ну, коровники, видите, все уничтожили. Вот это храм, который я вам начал говорить. Вот эта крепость, Зухратакир, на видах, новый день, или новая деревня, точнее. Это вот македонский здесь проходил, городская его, из Кандыр-Зухарной, в округе. Вот такие крепости остались в тех временах, везде. Так вот, а вот столица, здесь сейчас конкретные вещи. Потом по Крыму что-то покажут. Если бы я сейчас вопросом, конечно, можно было более углублено это делать. Видите, вот это саманистские монеты, вот 10-й век, вот такой же, только китыгнина, кисельнина, таптларбе там самым. И притом, я не буду сейчас опровергать тысячелетий Казани, это другой вопрос, не имеет отношения. Но монеты, могла она попасть в любое время, в любое час. это разные вещи. Но они относились в 10-м веке. Вот такие круглые, вот видите, какие мощные вот это, укрепления были. Сейчас хлопот вращают даже. По границам, да, этих укреплений. Крыму, кстати, целый пласт памятников Золотой Орды, особенно они сохранились в городе Иск-Крым или Солхат. Вот название Солхата и Судак, они имеют умную. А слово СО, СО, левый, золотой Орды, левый, правый был. Солхат, хат, 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 эти. И вот украинское слово хата, вот этого и происходит, тюркское слово, Солхат. И вот название, как раз, Солхат, или Иск-Крым, часть всего это употребляется, это город, Иск-Крым, очень интересный, был мощный, там, никто не был, наверное, не знаю, из вас, вот Кульпинамо как раз и наш, это, эльмитарский товарищ, как его, Петровский, а, Петровский, не, не, не Петровский, Крамаровский, раскопки проводил, Иск-Крым, там мавзолей нашел, мощный пласт, как раз вот то место высокое, и все прослируется, точно так же, как в районе Балаклей, вот это, за Саратов, там есть, когда Узбек-хан при нем собирали налоги, все корабли проходили под контролем, здесь точно так же все пути торговые контролировали, потому что итальянские эти братья, генуэзские, это Феодосии, там, сегодняшем Судаке, и так далее, в тех местах, в крымских городах торговля шла, многие же они все находились во власти с Золотой Ордом, но они имели полную автономность за то, что платили, но не пыталось выступать, но не получалось, но турки потом все-таки разбалки, и все крепости, которые остались, в том числе города Золотой Ордом, они, они, в основном, крепостные стены не имеют, вот, большинство, потому что мощная армия была, поэтому, на территории нашей, так сказать, Казанского края, будем образно говоря, все крепости, стены имели, потому что постоянно находились под упором, и харизм разрушили везде, потому что армия выполняла защиту вместо стены, и власти не хотели, чтобы стены строили, потому что их покорили, в случае чего восстание в войне не было. Эти могилы относятся к периоду ранней Золотой Орды, это 1260-70-е годы, таких, только булгари, я больше не помню, но пока еще не раскопали, вот и есть. Российская государство это фактически продолжение Туриста Золотой Орды. Вся история России это татары, нравится, не нравится. Даже в Ливонской войне татары в белых чалмах, немецких гравюров сохранились при Иване Громове, когда воевали, когда не могли они выйти в Арктику. Восточный Татарстан немножко. Я немножко стихином не обесел сегодня с вами. Я бы не громко сказал этой лекции, конечно, но вот Восточный Татарстан это тоже уникальные территории, как и Западная Башкира. Я сразу вам скажу, Западная Башкира, Восточный Татарстан это один народ. Вам нравится, не нравится? Это пара. Это, во-первых, народ, который всегда воевал за Славию независимости. Как бы башкиры не кричали хоккейный Кавранцалан и в Славию независимости. За Кивалиду я специально в деревню ездил, во что-то там не кричит на скатывание, что-то. Пару Тансуллим с кем? Бастотар дилер. Он там все селешал из дилер. Но мы да ауныбручим мешарь и кончешу киптарь. Я не хочу башкирский народ обижать. Это тоже интересный народ и я уважаю башкир. Я был в деревне, посмотрел, но все искусственно вот, но видно эти танцы, но не поделили татарный народ. И он уехал и создал башкирию. Не из-за того, что хотел там что-то делать лучше, но амбиции любого человека. Что-то хочется делать. Хоккейную команду, республику. А на могиле плитах я только то, что сохранилось, посчитал, более местами 180, э, 1800 есть такие. Значит, население было больше. Говорят, до прихода русской, до 16 века была степь, дикое поле. Так, традиция 16 века. А ведь на самом деле нагайцы пока дикарями грабили. Но ни один, ни монгол, ни монгол-татар, как любят у нас сказать, ни один незавоеватель, вначале мог ограбить один, два, три сезона, потом все равно вставлял, налоги собирал, невыгодно было ограбить, нищих собирали. Они, нагайцы, приходили, постепенно седали на берегу реки Ик, Белый, и так далее. Река Зай тоже. У нас нагайские компании можно под Казань тоже. Харик, Харик Султанов, да, он как раз живет в деревне Парахужа, Казань из Карабай, Карабаева. Вот это нагайский компонент, мощнейший. Они разговаривают так называемые башкирские сай-селек. Это не башкирская земля была, Карабаева, это на том месте была деревня? Всего. Это торговый путь Парахужа, Пазан-Фан-Лагандах же были артская дорога, дорога. Дорога это регион, район, дорога. А на самом деле русский слово путь. Буки, гуил, мы, бутын, жиря, в Харисме, среднеазиатский город, бухарская дорога, мерзкий дорога, потом переводят на русский. Мы, как мы, как мы, нашел даже, что меня удивило, на том берегу, башкирский, там единственный участок, который состав Татарстана. И там, Каберляш, 14-15, и притом, тамги, знаки змеи, какие-то солнца, и Газмаларвы, дикие камни, Харли Татарстана, не облицовали, просто писали. И Шунел, Бр, и Келки, и Лем, потом Старфяник горел. И начали, пожарники меня пригласили, посмотрели. Покопали Шунел, Каберляш, Керамика, Паклаза, Золотая, Казан, такие, иранского производства, Харасанский. Вот, мне буквально, Бенхазр, и Катувич, и Ремшан, Равенда, и Тазимен, Минал, и Китердембр, Зорбр, ВЦР, все-таки, но я верну его, конечно, изучить хочу. Казан, который относится в 17-17 веках, целый, бёртвая, чугун настаёт, крышка, шикарная, я там по телевизору еще не покажу, вахтан, уникальные вещи, вот эта же культура тоже, Марахара, Харасшар, какая красота, вот, никто этим, не переградьте сейчас начали, Безнил, не хочу никого, моих коллег в Казани ругать, но вся наука, только работающих из-под палки, президент, или кого-то, нет инициаторов, очень мало, делал, вот, райнаррабарасен, Бензара, хвалов-тарыша, краеведы делают больше, чем ученые, к сожалению. Городища, да, расскажите, которые там, я, честно говоря, я только его так знаю, я официально этим не занимался, это золотардунский память, у нас есть такое название, городища очень много, и Зелендольском районе есть, это Нарабчат, это сейеденная культура, которая могла, что-то, правда, что там, я когда приезжал, не доехал, на Городич, летом было, это было еще в 4-м веке, в 98-м веке, но там нашли именно незахоронения, именно погибших, чем городища, это и отличается от всех, то там нашли, там битва была, больше, да, это именно, и наконечники стрел, да, и именно, вот, одежда, притом, что интересно, есть специалисты, говорят, там этот, работал, этот, Белорыбкин еще, с соседями, вон, что говорят, там, так называемая, культура, сибирских народов, чурских, которые, составе монгольского войска, шли, когда, мою коллегу, Искандр, Исмайлов, не буду обижать, когда я вам показываю, на конечники стрел, я же не специалист был, я сейчас, немножко заображать стал, поездил, Китарян-Дабелян, это вещь, может, кипчакский, может, золоторгнский, может, булгарский, он говорит, все булгарский, все булгарский, он же ушел от этой теории? Нет, подожди, он не ушел, он не докторский, старый язык, я ждал от него чистый золоторгнский, сделал булгар, дело в том, что я поехал в Хакасию, в Хакасию, шикарный музей, так называемый, кыргызе, это не кыргызе, это как раз перед золоторгнадой, это тюрки, это местные хакасы, хакасы себя называют, без тадар, они говорят, а ученые говорят, вы хакасы, а с это совсем другое, ученые доказывают, институты целой работы, что они хакасы, они говорят, без тадар, район есть там, сейчас скажу, название района, и культура, еще археология, и так далее, интересно, его имя даже, кавказское, он говорит, вся наша проблема, говорит, хакаса, тадар, как он говорит, без тадар, мен тадар, вот они как-то говорят, говорят, как они узнали, что есть татарства, они чуть ли не обнимали, вы наши братья, вот так, они скорее всего, как сибирские татары, это будет правильно, они фактически, только их отделили, и побывав в Алтай, я очень много интересных открытий сделал для себя, и Москвы в том числе, одно открытие следующее, есть такое слово, каттора, слышали, да, каттора, я приехал, пообщался с хакасами, алтайцами, и начал наблюдать, оказывается, слово хантара, хантара, раньше считали место, место сбора ясака, приносили манжурам, приносили тюркам, татарам, для этих, не знаю, современные понятия, другим приносили, потом русским тоже приносили, в лесу место было, хантара, хантара, хантарский район, хантарский район, слышали ли вы, вот этот город сибирский, и оказывается, город Красноярск, начало назывался контора, да, вот это вам новый, еще, еще одна вещь сказать вам, московский, может вы знаете лучше меня, Останькино, Муром, Устакун, там мастерские были, мне один специалист сказал, Устакун, кожевенники жили там, мы хазаритян, жажда, народ хочет, но у народа слепота, многие не понимали еще, как делать это, методики нет, то вы нет, ученые у нас, я не хочу, мои коллеги обижать, разные есть, есть очень сильные тоже, они много знают, может быть, но они хотят ехать в деревню, или куда-то, так вот тут не есть, зарплата небольшая, какой смысл, либо, когда проводят нивки провод, приезжает какой-то большой начальник, ученый, подписывает, получает несколько миллионов, закрыта проблема, довольны нефтеработники, кто трубу проводит, дорогостроители, и на сколько-то не надо проводить, проблем нет. В Курганский область, когда мы поехали, там нашли очень интересный, точнее, есть такой поселок, уже татар почти не осталось, один мой, одна фамилия, Бурханов, Марат, не женится до сих пор, не хочу на русский жениться, все женились, или надо уехать, он не хочет. Я ему говорю, давайте девушку найдем, в Татарстан приезжай, и так далее, хороший парень. Вот он нас привел по гран-зону, там, звери на головке, я посчитал, огромной высотой, до двух метров, полтора, это самый маленький камень, уральский терный камень, на могильной плиты, 1830-х годов, основной. И при том, что интересно, вы обучили ваша санка, для Урала, я никогда не думал, мне сказали, что в Сибири нет этих камней, а ведь есть, оказывается, мощный, мы просто не знаем, наша наука, мы этим не занимаемся. Три дня я ходил, устал, конечно, что-то, 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 все фиксировали. Сейчас писать, вот Марат, поможет или нет, курганский конгресс-татар, обещал финансировать, хотел книгу издать, я на эту тему, там собрал все археологические, валы нашел, какие много, вот Брау-Дагна, звери на головке, давайте, вот, выложили казаки, русские, башкирские, эти, улана, в общем, драгуны, прошу прощения, потом татары, купцы, татары, купцы, что делали, между казахами, крыгызской саками, и русскими, выкупали лошадей, и продавали чуть-чуть по дороге, естественно, русским казахи не продавали, татарам продавали, вот наши, благодаря этому, в центре поселка, Звериноголовка, огромное количество каменных, и деревянных татарских домов, 18-го, то есть 19-20-х веков, все, и среди них были и белогвардейцы, и красноармейцы, много там всякого было, улицы там, но в основном красноармейское население было, потому что, этот, как его, Каппель, что интересно, и неинтересно Каппель, почему я сейчас помню, Каппель, когда пришел, 19-го года, узнал, что у одного татарского купца есть книга Ибн Сына, посвященная астрономии, оригинал, которую подарили местным купцам знак благодарности Муханский мир. Эту книгу они привезли, хранили, переписывали. Был местный один солдат, татарин, который вернулся, ну, Элик Пиджигерин, решил служить, когда наиболи, медали получил, деньги имели. Он на свои деньги начал детей учить, на платные, естественно. Основным учил по медицине, он был врач. Ну, разные знания давал. И вот, шутки топнут, тоже Ирюн Веннер, и захотел Каппель заиметь эту книгу. Вот до сих пор никто не знает, куда эта книга делась. Либо татары его закопали куда-то, эту книгу, либо Каппель стащил. 25 человек он расстрелял красных, среди них 5 татар. И при том, местные населения, такие патриоты, красноармейцы, белых ненавидят, особенно. На самом деле, Каппельцы там творили такие вещи, колчакцы, почему они проиграли Красной Армии. Сибири они там, террор был настоящий, страшный при том. Ну, не знаю, может там Колчак знал, не знаю, это вопрос порой, это дело не имеет. Но у нас сейчас то обеливает, то... у нас ругают. И красным были проблемы, у тех были проблемы. Почему кого угодно можно? Красные были проблемы. Какие были проблемы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДСМЕНТЫ АП